Здрасте. Ну что, ты как проживаешь в Украине? Маленько. Есть. И глаз есть, и свет есть. Пока, да? Пока мы дали. Пока мы дали тебе. Ладно, живи, пока я тебе разрешаю. У тебя будет тепло, пока я тебе дала. А сколько океанов? Так что разговаривай со мной на вы. Хорошо, женщина. Сколько океанов в мире? Семь. Давайте перечислим. Какой первый? Тихий. Второй. Северный ледовитый. Дальше. Атлантический. Дальше. Индийский. Дальше. Ну а пальцы-то что-то не зажимаешь? Четыре пальчика у нас. Не, ну подожди, ну а дальше? Ну, я тебе перечислить, но это уже изначально, разговор уже начался. Что ты еще дальше хочешь? Я все знаю. Чтобы вы мне, как вы выразились все... Я тебе еще раз говорю. Не, подожди. Чтобы вы мне все, как вы выразились, семь океанов перечислили. Ты перечислила. Смотрите, я вам перечислю, вернее, я к вам буду обращаться на вы, если ты мне перечислишь семь океанов. Давай. Ну, давай, три я тебе сказала, давай дальше. Еще четыре называй. Нет, я тебе три, ты сказал пять. Господи. Хочешь поучаствовать в викторине? Смотрев, как я есть, какой, да. Я просто бытует мнение, что Россия не самая читающая, как бы, нация. Ну да, она самая великая. Да, и вот у меня вопрос. Два вопроса, ну давай начнем хотя бы с какого-то. Вот, скажи мне, пожалуйста... Да, скажи, пожалуйста, мы можем на паузу поставить, что ты лучше слышишь, говори. Да, расскажи мне, пожалуйста, сколько океанов на планете Земля? Так, атлантический, тихий, си-си-си-эрный. Оху** его знает. Сбился. Хотя, не, погоди. А это можно использовать, подсказки? Не, ну, просто самая читающая нация. Ладно, хорошо, еще вопрос. А сколько у человека хромосом у здорового? 47. Гениально. Это укусно, братан, это укусно. Самая читающая нация. Зато, 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 зато налепил за, 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 за себе флаг России. Класс. Братан. Продолжай в том же духе. Ты веришь, что на Украине работают законы? Ну, во-первых, в Украине. Во-вторых, я могу тебе задать тот же самый вопрос про Россию. Ты веришь, что в России работает закон? Да ты ответь мне на мой вопрос. Зачем ты вопрос на вопрос? Да я же тебе отвечаю на твой вопрос. Я тебе говорю, в Украине законы работают. Это так же самое, как работают законы в любой другой стране. Я услышал. Тогда на основании чего вы людей без суда и следствия к столбам привязывали и избивали, если у вас законы работают? Кто? Украинцы. Кто? Подожди, смотри. Да стой, ты успокойся. Води в поиск. Да успокойся. Привязали к столбу и избили на Украине. Я же тебе рассказываю. Во-первых, в Украине, на Украине, это ты будешь рассказывать у себя на кухне, чтобы твои родственники поржали с того, какой ты крутой шовинист. Я сейчас тебе отвечу. Смотри, в соответствии с какой статьей закона один человек бьет другого человека на улице? Это что, не правовое государство? Без суда и следствия? Без суда и следствия. Подходит один человек, бьет другого на улице. Это не правовое государство. И это не единичный случай. И это, представь себе, происходит в любой стране, когда люди друг друга бьют на улице, прикинь? А, это другое, я понял. Когда свидетели, когда были, да, значит, красный крест был свидетел того, что это происходит. Это не другое. Это другое. Так я же тебе говорю, происходит, происходит много правонарушений, что теперь сделать? Так а почему без суда и следствия? В смысле, правонарушения без суда и следствия? Нет, подожди, почему массовый характер это имело? Какой массовый характер? Для вас, для украинцев, это нормально, привязать человека к столбу и избивать его. Для нас, для украинцев? Ну да, получается, я такой делаю вывод. А, да делай, делай выводы, какие хочешь. Делай выводы, какие хочешь. Как ты делаешь из этого вывода, что законы не работают? Вот недавно, недавно случай был. Чувак спит, открывает глаза, военкомы стоят около его дома. То есть, около кровати прям. Около кровати, около кровати стоят военкомы. Да, а как они попали? Ох, господи. На каком основании, на каком основании Александра Денисенко призвали ограниченно годным, если у него нет кисти и он одноглазый? Это ты про вот этого человека, которого никто никуда не призывал на самом деле? А, его никто никуда не призывал. Ну так что, так там же его вызвали в военкомат для проверки данных. Его же никто не мобилизировал. А, вдруг рука выресла, да, вот чувака? Ну, если ты не знал, то есть такая штука, называется она, если не ошибаюсь, по-моему, МСЭК, она называется у нас в Украине. Это место, где людям подтверждает инвалидность. Так вот, моя девушка, у которой диабет, она регулярно каждый год подтверждает, что у нее диабет. Это бюрократическая система, это ее проблемы. Его же никто не мобилизировал, и ты можешь в тех же новостных пабликах, где ты это прочитал, прочитать дальше. Ну, я так понимаю, у вас в российских пабликах не пишут, что было дальше, но дальше его никто не призвал. И военкомат Сумской дал пояснение, что они хотели это сделать для подтверждения данных. Как делается везде, потому что у нас в стране есть бюрократия, как и в любой другой стране. То, что ты этого не знаешь, проблемы же твои. О, как интересно. Представь себе, люди, даже без ног, я с этим не согласен, меня это тоже раздражает. Тут как бы я с тобой солидарен, что да, так не должно быть, я бы в этой стране своей поменял. Но это же касается только меня и моей страны, ты тут при чем? Ты тут сидишь, людям лапшу на уши вешаешь, про то, что его хотели мобилизировать. Ну, как бы, понимаешь? Стрался ты. А в чем лапшу? Потому что его не хотели мобилизировать. А, не хотели, да. Ты что, ну я же тебе только что объясню. Пойди, дочитай новость, все, что я зашел в эту рулетку, сидишь мне лапшу на уши вешаешь. Пойди, дочитай, перечитай. А в том, что... Я тебя спросил, ты мне ответил. Все, дружи, ладно. Давайте историю России и Советского Союза разберем. Давай. Давайте. Сколько республик входило в состав Советского Союза? 15, по-моему. Давайте их перечислим. Прибалтика. Вся эта, сколько там страна? Три, четыре, пять. Прибалтика. А почему вы не говорите, чего вы не говорите страны Балтии? Почему вы говорите Прибалтика? Чего так неуважительно? Они живут лучше, чем вы, между прочим. Я бы не сказал так. Так а что вы к ним на заработки ездите? Я езжу к кому-то на заработки. Ну, ваши россияне ездят. Это ваши украинцы всегда ко мне домой ездили на заработки. Золото добывать? Нет. Я понял. Я в Сибири жил. Мне зачем ехать куда-то к вам на заработки? Я понял. А какая средняя зарплата? Какой? Давайте в Эстонии. Без понятия. Я понял. Но вы знаете, что... В Европе. Сколько? Давайте такой же вопрос задам. Сколько средняя зарплата в Якутии? В Якутии? В Якутии. Давайте посмотрим. В Алкогубе. Вы уверены, что надо это говорить? Я у тебя спросил... Ты меня спросил про Эстонию, я тебя спросил про Якутию. Я тебе уверяю, в Якутии намного больше Эстонии, Латвии, Польши, Литвы, Украины. Средняя зарплата в Якутии в 2022-2023 году составила... 48 тысяч рублей в месяц. 48 тысяч рублей в месяц. Это сколько в долларах? Долларов, наверное, 500. Если по среднему курсу брать. А какая средняя зарплата в стране Балтии? Ты мне теперь загуглик. Давай, средняя зарплата в Эстонии. Я могу параллельно в телефоне посмотреть. Я этим сейчас занимаюсь. Просто в Эстонии средняя зарплата 1400 евро. Чистыми на руки. Ну, я не знаю. Вы заплатите налоги там на 200. Все равно выйдет 1100. 1277 евро. 106 тысяч рублей. Ладно. Давайте о чем-то другом поговорим. Вот. Все четко. Ну. Ну что, вы лучше живете, чем в страны Балтии? Свободнее. Свободнее? А в чем свобода у вас? У вас президент сколько не менялся? Причем тут президента? Причем с президента свобода? Я вам понять не могу. Вы знаете, что такое автократия? Как эти вещи связаны? Вы знаете, что такое автократия? Донально у меня страна больше, значит, свобода передвижения больше, чем в Эстонии. Хер с ним, даже с Евросоюзом. Как это влияет на свободу передвижения? Ну, это же свобода. Мы же просто про свободу разговариваем. Ну, так а при чем здесь географические масштабы к свободе передвижения? Свобода в твоем понятии что обозначает? Не в моем понятии. Свобода передвижения в любом понятии обозначает, насколько ты свободно можешь перемещаться. Я думаю, по Эстонии человек может свободно перемещаться, так же самое, как и человек. Рамки государства Эстонии и рамки государства Россия. И что? Ну, ничего. Но при этом они живут лучше, и у них хотя бы демократическая страна. А у нас что-нибудь демократическое? Нет, у вас автократия. Почему? Ну, загуглишь такой автократии, чтобы мне объяснять тебе, почему. Потому что у вас вся власть концентрирована в руках Путина и его вот этой шайки-лейки. Нет, президент, представляешь? Бывает такое. Ну, загуглишь такой автократии. Загуглишь. В детские времена, представляешь, что вообще там... Загуглишь такой автократии, у тебя все вопросы мигом отпадут. Режим, в основном, который стоит в неграничном контроле власти одним лицом или же Советом, подобного однопартийного парламента. Ну, у нас уже не подходит, у нас не однопартийный парламент. Загугли автократические государства какие есть? Которые какие существуют? Советские республики, решения которых не подлежат на внешнем правовом ограничениям, ни порядочным механизмом народного контроля. За исключением у нас народный контроль, пи***, сейчас процветает, нахуй. Я понял. Загугли автократические государства какие существуют? Теперь, в целом, согласно с несколькими историческими... Вот на вот этой страничке же, там где автократия, там есть примеры современных автократий. Там Россия, КНР, КНДР, Турция, Узбекистан. Ну, все ваши вот эти вот. Так это современных автократий. А современная автократия, почитайте определение современной автократии. Оно чем-то отличается от того, что вы только что читали? У нас конституционная, у нас конституция есть, демократия. Конституция, демократия. У нас права демократии как-то записаны в конституционном строе, правильно, да? У нас страна демократическая. Нет, вы страна, вы автократическая. Почему? Потому что, почитай, у тебя в Википедии написано, что такое автократия и какие есть страны с автократией. Почитай. Потому что у вас президент не меняется и вся власть сконцентрирована у него в руках. Потому что у вас вводятся поправки в Конституцию, за которые непонятно кто и как голосует вообще. А потом Путин сидит у власти выше своего срока. И? Он же у нас сидит, не у вас. Ну я понял. Просто как бы тема разговора была про автократию, я же тебе сказал. Ну ладно, автократию, ну я потом почитаю. Ну и что с этого-то? Что это меняет? Да ничего не меняет. Просто как бы вот смотрите, ты страна с автократией. Вот ты же в стране, мы определили, что у вас автократический режим. Кроме того, у вас еще и фашистки, вы еще и оккупанты приехали. Представь себя. Чем мы оккупировали у вас? А? Чем мы у вас оккупировали? Вы у нас оккупировали? В 2014 году Крым, Донецкую, Луганскую область не полностью оккупировали, попытались. В Херсонскую область и попытались. В Запорожскую область часть оккупировали. Открывай понятие оккупация. И даже если... Вот открывай. Давай, оккупация. Оккупация. Занятие вооруженными силами государства, не принадлежащее ему территории. В России не принадлежит территория государства Украины, а оно его занимает. Вот тебе такое оккупация. Что ты прочитал только мне про то, что... А, понял, хорошо. Сегодня у нас выпуск Википедии. В общем-то, читаем дальше. Не сопровождающаяся обретением суверенитета над ней и осуществляющая в отсутствии на то воле государства, обладающего суверенитетом на данной территории. То есть, если Украина не дает на эту волю, а вы эту территорию забираете, то это называется оккупация, прикинь. Вот. Понятие... Я тебе только что прочитал. Что вот в оккупированной земле делать нельзя? Никому. Спустя, что в оккупированной земле делать нельзя. Вот окружили, вот, например, взяли в кольцо. Взяли в кольцо, это не оккупирует. Взяли в кольцо, это взяли в кольцо. Оккупировали это, если они туда зашли, установили там свой режим. Вот это оккупация. Понятие в оккупации. На нет и суда нет. Что же мне с тобой спорить? Что людям нельзя делать в оккупации? Первое, самое первое правило. Какое правило? Где-то эти правила нашел. Свобода передвижения, в первую очередь. Ограничение свободы передвижения в оккупации. Есть такое? Давай на телефоне открой, чтобы все видели твое преисполненное лицо. Давай. Почитаем с тобой признаки оккупации и посмотрим, оккупировать ли Россия украинские территории. Итак, первый признак оккупации, который я уже начал читать. Это временность. Обязательное наличие государства жертвы. Присутствует государство жертвы? Украина. Присутствует. Обязательное нахождение в состоянии войны. Де-факто. Де-факто или де-юра. Де-факто война идет. Да не надо меня перебивать, давай уже дочитаем. Не, я тебя слышу. Обязательное принятие на себя функции управления. Россия этим занимается? Занимается. По всем признакам, которые приведены здесь в Википедии, вы оккупируете украинские территории. Значит, вы оккупант. У тебя еще есть какие-то вопросы? Давайте по-другому объясню. Что ты мне по-другому будешь обещать? Мы только что признаки прочитали, оккупации, или тебе уже не подходит. Ты прыгал на Майдане, ты прыгал на Майдане, там кричал москаляку-могиляку. Какой Майдан, ты мне за оккупацию расскажи? Что ты скачешь с темы на тему? Что ты спрашиваешь у меня? Я тебе говорю, вы оккупанты, потому что вы попадаете под определение того, что такое оккупация. Ваши действия подходят под определение оккупации. Вы оккупанты. Ты с этим согласен, и мы идем дальше? Нет, я с этим не согласен абсолютно. Я тебе говорю, что ж журнал москаляку-могиляку. Парируй, 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 я тебе говорю. Парируй, москаляку-могиляку-могиляку. Вот и мне вопросы сдаешься, я говорю, парируй, почему вы не оккупанты? А почему вы не оккупанты? Москалям и так далее, а? Машина, ты со мной вообще общаешься? А я с тобой общаюсь. Ну я жужжу тебя, ты у меня ничего спрашивать не можешь, потому что мы с тобой говорим о оккупации. Ты говоришь, ты не признаешь оккупацию, что Россия ничего не оккупирует. Ну расскажи мне тогда, почему это не оккупация? Потому что, во-первых, там было проведено свободное волеизъявление народа. Где оно зафиксировано? В смысле, где? Там был проведен референдум. Проведен референдум. Ты говоришь, свободное, это тот референдум, который по цифрам не сопоставляется, что вы там опросили, у вас проценты не сходятся, что у вас по процентному соотношению проголосовало там 120% населения. Ну ладно, а в любом случае, как референдум на оккупированной территории может быть свободным? Расскажи-ка мне, Мегамозг. А как он был оккупирован? Путем военной агрессии он был оккупирован. Выгоняло людей голосовать, да? Кто не проголосует, тех расстреляют, да? Ну, так? Что как? Я тебе говорю, путем военной агрессии, ты слышишь? Или ты вопрос и так просто задаешь по приколу чисто? А бы что спросить? Сколько людей погибло при захвате Крыма? Сколько людей погибло при захвате Крыма? Ну, как ты говоришь, при оккупации Крыма. Не знаю. Ты знаешь точную статистику? Ну да. Ну сколько? Три человека, по-моему. Хорошо, три человека и что? Ничто. Тебе не кажется, это как-то странно оккупаться? Нет, не странно. То, что это оккупация, это никак не отменяет факт того, что это оккупация. Без власти. Это как-то отменяет факт того, что... Хорошо, давай я сначала поговорю, потом ты будешь говорить. Давай, я же тебя послушал. Нет, ты просто мелишь чушь. Ты просто сидишь, мелишь чушь. Чего ж ты обиделся? Сидит, мелишь чушь про то, что если во время оккупации погибло три человека, а не пятьсот человек, то это перестает быть оккупацией. Самая читающая анонс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!